Я не буду сегодня дальше рассказывать в учрении литургии, хоть мы уже много раз говорили о кресте, о крестоношении, я думаю, можно говорить именно об этом. Напомню, что это образ нашей жизни. Принято на грудь себе одевать символ своего бытия, символ своей жизни. Символ того, как человек хочет жить, к чему он стремится. А мы на груди символы расширяем. И как правильно при этом, внутри этой груди живет слабая тушенка, которая от креста стремится куда-нибудь убежать, спрятаться. И, к сожалению, часто все, ну не все, очень многие поступки нашей жизни направлены именно на это. Как облегчить нашу жизнь. Мы забыли про то, что произошло с нами в день крещения. Что такое крещение? Почему человек три раза погружается в воду, и три раза не встает? Вода, в данном случае, это символ и смерти, и жизни. Символ смерти, потому что под водой человек жить не может, там нельзя дышать. Символ жизни, потому что весь наш мир был создан из воды. Может быть, даже образом, как из первой материи. Но, тем не менее, в Библии, то, из чего Господь творил в мире, называется водой. Дух Божий носился над водой. И вот самое главное в крещении, то, что человек не как бы, а по-настоящему умирает и по-настоящему воскресает в крещении. И потом уже, считается, слова Священного Писания, где Соломния Апостола Павла говорит, что вот на таким человеком уже смерть над ним не обладает. Потому что, если человек умер, то умер греху. Если живет, то живет с Богом. Богу живет. Богу живет. Богу и с Богом. И мы совершенно забыли об этом. Мы крестились, как все, практически. Для того, чтобы получить благодать. Для того, чтобы не болеть. Для того, чтобы жизнь как-то получилась, ложилась. Для того, чтобы выполнить старую русскую традицию красивую. По разным причинам. Но не для того, чтобы умереть. И воскресать. Да, физиологическая смерть осталась. Для человека, умершего уже один раз душою для греха, и воскресшего душою для жизни. Во Христе физиологическая смерть. Это приобретение на самом деле. А не потеря. И даже не боль. Это приобретение. Потому что человек уже обрел бессмертие. Он уже умер в крещении. И уже живет вечная жизнь в крещении. Но образ этой вечной жизни, по крайней мере, здесь, на земле. Это крест наш. Почему церковь напоминает об этом? Все-таки не поста. Три недели поста прошло. И еще три недели осталось. Потому что люди, постящиеся, и даже, может, даже серьезно не постящиеся, но хотя бы причастны к жизни церкви, уже в среде не поста, как правило, ощущают неплоусталость. Тяжело, трудно. Если человек к жизни в церкви причастен, то он обязательно, Господь просто даст ему почувствовать, даже если он евро не соблюдает пост, даст ему почувствовать труд постного крестоношения. Если только вы не бегаете, конечно, к поста. Специально, не усиленно. Но вот самая наша беда, как раз, именно то, что мы чаще всего бегаем. Увы. И прием, перестаем быть христианами. Понимаете? Все-таки мы сами живем, родились на земле, и живем для того, чтобы людьми стать. А не, простите, под ногами. Даже светское человечество, светское счастье, прославляет тех людей, которые подвиги совершают. Которые жили не прохладно, но в серьезных трудах, в опасности. Преодоление каких-то там, не знаю, трудностей, подвигов, даже светских. И, конечно же, неудивительно, что и в церкви Христос, и что тоже дорогие, именно такие люди, которые жили в любви, стараясь жертвовать собой ради своих ближних. Ради ближних, а не ради дальних. Дальних ждать проще. Мы все это знаем. И поэтому мы кланяемся к Кресту Господню. Потому что Христос лучше всех показал образ этого крестоношения, всей своей жизни и смерти. Я не знаю, стоит ли сейчас подробно рассказывать о том, какие страдания Христос претерпел до Христа и надпись. Если коротко говорить, то все возможные человеческие сразу в очень сжатом форме жидки времени за несколько дней. Точнее, даже сколько там сутки получается, да? От Гефсиманского сада до смерти. Если кто-нибудь ощущал, что такое боль одиночества, причем не просто вот одиночество, когда вот некому пополакаться в юбочку, когда боль такая, когда человек почти раз в тудок теряет. Вот. Знаете, атеистам очень хорошо напоминать о том, что вот когда вот боль человеку плохо, вроде все целое. Руки целые, голова не болит, а плохо человеку. Что болит? Душа болит. Раз болит, значит она есть. Пока у нас какой-нибудь уровень внутри тела не заболит, мы можем даже не подозревать его существование. Мы вспоминаем, вот тут болит что-то, а это печенка. Оказывается, вот там она болеть может. Там поджелудочная, оказывается, у нас там есть. Вот так же и душа. Пока она у лотериста, у лотериста не заболит, он может о ней вообще не думать и даже утверждать, что ее вообще нет. Так вот, Господь претерпел максимальное страдание, которое возможно для человеческой души. И заметьте, эти страдания сильнее и страшнее, чем страдания эти. Человек, как правило, идет на самоубийство, на самый страшный грех, на самый отчаянный поступок, в худшем смысле этого слова. Не тогда, когда у него болит рука или нога, или что-нибудь еще, а когда болит душа. Вот душа, оказывается, может болеть гораздо страшнее и сильнее, чем тело. Так вот, Господь претерпел самые предельные страдания, которые возможно для человеческой души. Помните, вот в Суанском Сунухе у него кровь по щекам стекала. Вот такое было страдание души. Вот медикам это состояние известно. Очень редкое явление, но тем не менее, это от предельного внутреннего напряжения, как нечеловеческого. От состояния Бога оставленности. Это самое страшное, что мы можем. Мы живем так вот, как хорошие слова Николая Святовского есть. Рыба живет в воде, не видит воды. Белка живет в лесу, не видит леса. Крот живет в земле, не видит земли. Человек живет в волге, и не видит Бога. Ну, правильно, чтобы увидеть воду, нужно на ней подняться. Чтобы видеть лес, нужно на нем тоже подняться. Чтобы увидеть землю, нужно из него вниз, и посмотреть вниз на душу. Крот сделать не может. Глаза мне при этом не устроить. Увидеть то, в чем мы живем. Вот мы точно так же, все без исключения, живем в Боге, благодаря Богу. И настолько к этому привыкли, что его не видим. А ощущаем боль души только тогда, когда Бог от себя отталкивает настолько, что он уже не способен давать нам жизненные силы. Но, тем не менее, Христос, зная эту язву человеческого естества, перенес и эти страдания ради нас. И страдания тела тоже предельные. Почему страдания на кресте, распятия, смертная казнь через распятие, самое страшное, которое вообще придумывает человечество, и все до сих пор. Страшнее пока еще не придумали. Несмотря на то, что что только сейчас, какие-то технические средства там не выдумали, как человеку пытать. Потому что на кресте человек пытает, оказывается, сам себя. Ему пробивается нерв, вот здесь, который прорывает пальцами письма. И человек, висит на кресте, на треугольном, таком рожавом гвозде, не может дышать. Вот, он висит на нерве. То же самое, что вот так, в зубе, вытащит пломбу, если она там есть, и потом к иголочке такой вот ковыряет, да? Но там иголочкой, в маленьком нерве зуба. А тут здоровенный, сгусток нервов, и там треугольный, рожавый гвоздь сидит. И кроме этого, не только сидит, но еще и вращаясь. Пусть человек, чтобы дышать, должен постоянно перейти, подтягивать на этих гвоздях. Потом подтягивается, рука вращается. И вот так вот люди мучились. И на раз в сутки. Сутки. Дальше просто сил не хватало. Подтягиваться. Больше, я просто не хочу сейчас в моде ужастить, поэтому не буду сейчас ужастить этот рассказ. Но поверьте, что страдания более страшны, чем смертная казнь на кресте, пока люди не придумали. Так казнили бегом рабов. Рабамы жевать не сладко в Римской империи. Поэтому, чтобы рабы знали, если он сбежит, то им будет настолько не сладко, что лучше рабом быть. От нас таких страданий не требуется, к счастью. А гораздо меньше. Но мы гораздо больше себя страданий причиняем, когда бегаем от креста. Отталкивает себе крест, мы отталкиваем Бога от себя. Дано лицевой стороне креста это страдание. Сострадание, точнее. Главая тема поста, помните, мы говорили, да? Сострадание, не просто там диеты, самоиздевательство. над собой. Но наоборот, на стороне креста, на вас указано, написано, спаси и сохрани. И отталкивая образ крестной жизни от себя, мы отталкиваем от себя, и это самое, спаси и сохрани. Что я могу еще сказать? Крестоношение – штука вольная, добровольная. Кто хочет, несет, кто не хочет, отталкивает. Но путь жизни христианин – это только крестоношение. Другого пути не бывает. Продолжение следует...